коллеги всем добрый день меня зовут ксения металлинская я специалист по 1с документа оборота сегодня у нас с вами будет вебинар посвященной теме настройки прав 1с документа обороте вебинара у нас такие темы рассмотрим какие есть уровни разограничения доступа и в общем какая логика их работ посмотрим пристально да на каждый из этих уровней именно это полномочия политики доступа рабочей группы и права на папке также рассмотрим механизм настроек доступности по состоянию посмотрим что это так работать также добавлю в конце вебинара небольшое скажем так инструкцию что делать если у пользователя ошибка прав краткое руководство на что обратить внимание а также некоторые настройки некоторые как рекомендации по настройкам прав будем смотреть не только презентацию по работе будем смотреть реальную базу 1с до и на ее примере буду рассказывать и показывать как настраивать куда смотреть где находятся функциональные опции как они включаются еще хочу добавить что данный вебинар будет интересен я надеюсь не только специалистам или сотрудникам пользователям документа оборота которые работают уже с системой и коллегам которые только интересуются 1с до и рассматривают какие есть возможности собственно данным вебинаром хочу показать что возможности до по настройке прав они довольно обширные но при этом гибкие я надеюсь что все смогут вынести вебинара что-то полезное для себя что же приступим как я уже говорила у нас есть несколько уровней настроек прав в 1с до эти уровни будем смотреть сверху вниз то есть самого широкого уровня сам охватывающего уровня вниз самому маленький небольшой первый уровень у нас это идет полномочия полномочия пользователей вторым уровнем ниже идет политики доступа третьим уровнем идет рабочая группа документов права на папке они используются только для внутренних документов если пользуетесь дло знаете что у нас разграничение по папкам можно настроить дополниться только для внутренних документов но не для входящих и исходящих давайте покажу как выглядит у нас в базе полномочия будем смотреть демонстрацию нашей демонстрационной базе переходим в раздел настройкой и администрирования собственно с этим разделом мы будем сегодня работать под администратором под пользователями заходить скорее всего нам не придется сегодня поскольку настройка прав она и обычно это нормально что происходит под правами под администратором все что здесь есть в принципе нам нужно сегодня но мы этим не ограничимся немножко уйдем дополнительно в настройку и в поддержку и послуживание вот наши полномочия политики доступа рабочая группа настраиваются другом месте пусть они не собраны на закладочки в разделе настройка администрирования а также здесь нету настройка папок папки внутренних документов настраиваются как раз в разделе документы внутренние где он собственно есть наши папки добавить что все эти уровни они работают таким образом что первый первым уровнем полномочий мы базово изначально раздаем права всем пользователям а затем постепенно с каждым уровнем вниз мы их постепенно обрезаем то есть ограничиваем и настраиваем таким образом чтобы пользователь смог качественно работать активно видеть то что ему то что он должен видеть и не видеть то что пользователь не должен переходим по полномочиям наши полномочия открываем форму список полномочий это к факту выделенные шаблоны с набором ролей которые дают пользователю права работать с определенными подсистемами и их опциями рассмотрим на примере делопроизводители самое интересное видите вот такой форме происходит настройка по подсистемам мы выбираем с какими опциями должен работать наш эталонный делопроизводитель пользователь что ему должно быть доступно здесь мы настраиваем таким образом максимально то есть максимальной доступности если сотруднику нужен доступ к внутренним документам но не всем к входящим документам и не всем исходящим документам но тоже не всем как раз полномочиях мы должны настроить таким образом чтобы сотрудник мог редактировать все документы внутренние входящие и исходящие затем мы будем ограничивать уже дальнейших политиков доступа такие базовые роли которые пользователь в рамках своей работы будут выполнять эти роли которые мы здесь видим они уже заполнены в системе они уже есть присутствуют в фигурации этих СДО и ими можно пользоваться понятно что с развитием с эксплуатацией системы я думаю что многие либо уже добавили либо думают добавлять свои полномочия и вот с профилями если мы сейчас видим то здесь отображается только выбранная роли и профиля выбор происходит из общего списка где мы отмечаем что нужно нам что не нужно чтение редактирование различных подсистем доступ к блокам к инструкциям изменения персоналик данных физических лиц я думаю что если вам интересно можете зайти либо в свою тестовую базу 1С документооборот если у вас есть либо в демонстрационную базу которая 1С предоставляет и просто посмотреть какие есть варианты какие опции к чему можно настраивать доступ возможно из этого появится какое-то понимание что в системе в принципе есть так обычно иногда происходит для удобства можно группировать по подсистемам или не группировать по подсистемам по алфавиту если знаете систему работайте с алфавитным добавлением если хотите просмотреть что есть что попадается посмотрите в разрезе группировки по подсистемам полномочия как видите здесь есть две вкладочки два раздела то есть сами полномочия какие полномочия мы хотим выбрать а также кому они выданы рекомендую работать как раз таким образом чтобы открыть список полномочий зайти в каждое полномочие посмотреть что полномочия дает какой результат какой доступ а затем назначать это полномочия определенным пользователям видите немножко плохой пример потому что полномочия выданы конкретным сотрудникам рекомендую назначать полномочия не конкретным сотрудникам а ролям или рабочим группам а также можно и подразделением целым это очень удобно как видите сразу здесь есть деление можно с легкостью выбрать целое подразделение например бухгалтерию и назначить подразделению определенное полномочие и сохранить изменения как видите у нас полномочия это действительно самое крупное отделение прав и все остальные настройки они по факту ограничивают эти назначенные полномочия мы увидели что каждая полномочия она представляет собой перечень таких контролей объединенных функционально как раз на примере и делу производителя следующим уровнем прав есть политики доступа работа с политиками доступа у нас происходит из того же раздела что и с полномочиями стройка администрирования раздел группа права доступа и политики доступа что такое политики для коллег которые возможно впервые видят будет немножко сложно сориентироваться но попробую объяснить как можно доступнее для того чтобы не потеряли интерес политики доступа они настраивают разрешение на доступ к данным по определенным разрезам эти разрезы мы сейчас смотрим только на закладочку общее разрешение по другим вкладочкам пройдемся чуть позже обязательно расскажу но сейчас концентрируемся на общих разрешениях логика работы такова что у нас есть разрезы определенные у нас есть виды внутренних документов входящих исходящих виды мероприятий если используется вопросы деятельность если используется грифы и грифы доступа если используется организация используется обычно всегда поскольку есть как минимум две организации от которых мы должны запускать документы наши внутренние наша организация грифы доступа Вопросы деятельности, виды мероприятий, они могут быть у вас отключены в системе, поскольку могут не использоваться. Вопросы деятельности могут часто не использоваться, грифы доступа, поскольку столкнулись. Виды мероприятий используются 50 на 50. Могу сказать, что некоторые компании, наши клиенты очень сильно хвалят функционал по мероприятиям, а некоторые, наоборот, говорят, что неудобно пользоваться. Тут, наверное, уже зависит от того, как вы привыкли таким образом. То есть, что в вашей базе 11 документооборот включено, те разрезы доступа у вас будут и отражаться. В демонстрационной базе обычно включено все, поэтому тут у нас много разрезов доступа. Но если зайдете, допустим, в другую демонстрационную базу или в свою базу 11 СДО, посмотреть, что у вас настроено, то, возможно, вы увидите только виды внутренних, входящих, исходящих документов и организации. В этом нет ничего плохого, все хорошо. У вас другие разрезы могут быть просто отключены. Логика работы в том, что политика доступа в том, что здесь мы можем настроить, ограничить те права, которые мы выдали в полномочиях. В полномочиях мы выдали права пользователям работать с внутренними документами. А здесь мы уже настаиваем, какие пользователи могут работать с какими документами. А главное, что они могут делать? Только читать документы, просматривать или создавать, редактировать, или же регистрировать документы. Уровни, которые я только что озвучила, чтение, редактирование и регистрация, это три уровня, которые могут присвоиться пользователям. То есть, что такое уровни? Чтение, редактирование и регистрация. Как видите, здесь выбирается. Чтение – это доступ только к просмотру документов. Можно его открыть из списка и посмотреть. Ничего, дописать, отредактировать нельзя. Редактирование документов – это доступ к чтению, добавлению и изменению документа. То есть, можем открыть документ, посмотреть, отредактировать его, закрыть, записать. Регистрация – это самый высокий уровень доступа в рамках политик доступа. Это возможность пользователя присвоить регистрационный номер документу. Считается, что это высший уровень доступа, политик доступа, регистрация. Обычный пользователь с уровнем редактирования, он не может присваивать регистрационный номер документам. Обычно это делает секретарь, делает производитель, служба ДОУ. И, соответственно, здесь у нас есть такое деление, что можно документ редактировать, но чтобы присвоить ему регистрационный номер, у пользователя должен быть уровень доступа регистрации именно у того вида документа, которого нужно. И здесь раскрываются разрезы. То есть, что мы можем сделать? Мы можем выдать доступ к какому-то определенному уровню всем видам документов. Например, мы хотим, чтобы подразделение «Бухгалтерия» имело доступ к редактированию ко всем видам внутренних документов. Для этого что нам нужно сделать? В правой части нажимаем «Добавить», выбираем «Сотрудники по подразделениям». Как вы помните, здесь можно выбрать сотрудника любым способом. Можно выбрать роль, можно выбрать рабочую группу, можно выбрать подразделение. Рекомендую не работать с фактическими пользователями, а работать с подразделениями, рабочими группами или ролями. Нам было бы удобнее, допустим, вот как здесь. У нас есть все пользователи редактирования, рабочая группа делопроизводителей с уровнем регистрации. И вот сейчас добавим подразделение «Бухгалтерия». Для чего это делается? Для того, чтобы, допустим, у нас сотрудник уволился, делопроизводитель, секретарь. На его место пришел новый сотрудник. Или мы расширяем наше подразделение, в подразделение пришел новый сотрудник. И вместо того, чтобы думать, куда сотрудника добавить, в какие политики доступа, в какие полномочия, мы просто добавляем сотрудника, допустим, в рабочую группу делопроизводителей, и автоматически сотрудник получает все права, которые есть у его коллег. Если добавляем сотрудника автоматически, когда создаем сотрудника, добавляем его в подразделение «Бухгалтерия», этот сотрудник также получает тот доступ, который настроен уже у его коллег. Соответственно, тратим меньше времени на обслуживание системы, на то, чтобы держать дела в порядке, назначать права по мере необходимости. То есть, по факту, нанимаемся правами один раз, глобально назначаем права один раз, и затем только мониторим систему, все работает у нас хорошо. Таким образом, мы добавили подразделение «Бухгалтерия», установили уровень доступа и редактирования для всех видов внутренних документов. Но при этом, тут даже не допустим, а обычное дело, то, что нам необходимо добавить, разграничить доступ сотрудникам к документам разных видов. Для этого в каждом документе мы прописываем, назначаем кому и уровень доступа, кто должен видеть или редактировать, или регистрировать этот документ. Видите, автоматически у нас для видов документов назначаются те же политики доступа, которые назначены для всех видов внутренних документов. То есть, можно поупочнять. Если хотим жестко разграничить, то необходимо убрать настройки из корня, где у нас лежат все виды внутренних документов, и назначать отдельно каждый по отдельности. Вот таким образом. Много видов документов нужно для каждого добавить и подумать, кто будет с ним работать. А теперь давайте подумаем о такой ситуации, когда у нас есть, допустим, договор подряда, но также у нас есть три организации. И главная организация и два, и две дочерних. И необходимо настроить разграничения таким образом, чтобы, в принципе, все сотрудники отдела продаж видели договор подряда, но сотрудники отдела продаж, главной организации, видели по всем организациям договоры, а сотрудники дочерних видели только по своей организации. Как такого можно добиться? Легко. Настраиваем разграничения по разрезу организации. Таким образом. То есть у нас есть доступ ко всем организациям, и как раз здесь мы назначим группу продажи, которой должен быть доступ к главной организации. А по каждой организации отдельно добавляем группу пользователей, у которых должен быть доступ по своей организации. Таким образом добиваемся нашей идеальной системы, которую мы разработали. Все разрезы доступа, они, в принципе, одинаковые, то есть настройка по ним производится одинаково. Есть настройка для корня разреза и для каждого значения разреза по отдельности, если это необходимо. То есть логика такова, что назначаем каждому значению разреза или всем разрезам пользователей и устанавливаем для этих пользователей уровень доступа, что они могут делать с данными документами. После настройок понятно, что сохраняем все свои изменения. И сразу бы хотела сказать о том, что пока не затрагиваю специальное разрешение и локальные администраторы, хочу сказать о том, что обычно в документообороте сохранение прав не означает немедленное применение этих настроек прав. То есть если мы нажмем «Готовы» или «Применить сейчас», часто просто возникают такие вопросы, привыкли, наверное, всем работать как в ERP, как в управлении холдингом, что если мы записываем какие-то настройки прав, сохраняем, то они применяются мгновенно. Как раз в документообороте есть опция. Мы сейчас переходим в раздел «Настройка администрирования», «Настройка программы» и «Права доступа». У нас здесь присутствует опция «Отложенное обновление прав». Эта опция позволяет добиться удобства, скорее всего, при работе с программой и при назначении прав. То есть если мы с ним сейчас галочку, то все настройки прав, которые мы назначаем, настраиваем при кнопочке «Сохранить», при нажатии кнопки «Сохранить», будут сразу применяться. На маленькой базе, на небольшой базе это нет никаких плохих последствий. Но если мы говорим о высоких сотнях пользователей и более, то при нажатии кнопки «Сохранить», допустим, какие-то изменения мы сделали в карточке пользователя, система подвиснет надолго и сразу пытается применять все права, которые мы только что назначили. И пользователям неудобно, потому что система может заметно подвисать. И нам, как специалистам, тоже неудобно, поскольку хотелось бы как можно быстрее сделать все настройки, сохранить изменения и делать другую задачу. Именно для этого у нас есть отложенное обновление прав. Оно позволяет разгрузить систему и проводить обновление прав во время, которое не загружено. Обычно эта галочка, она всегда включена. Поэтому пользователи, которые, допустим, только установили у себя медооборот, настраивают права самостоятельно у себя в организации, обращаются по ошибке, что настраивают права, а их нет. То есть пользователь их не получил. Собственно, тут как раз отыгрывает наше отложенное обновление прав. И если хотите, чтобы сразу права вступили в действие, допустим, сотрудник новый вышел, ему нужно срочно уже права настроить, чтобы он работал. Для этого нам нужно перейти, если включено отложенное обновление прав, для этого нам нужно перейти в настройки администрирования, поддержка и обслуживание и регламентные фоновые задания. Здесь в списке регламентных и фоновых заданий мы ищем дворик задания «Обновление прав». Их есть две штуки, долго и оперативно. И можно их запустить вручную, вот таким образом, выполнить сейчас. И нажимаем на еще один и выполнить сейчас. Зависит обновление прав доступа оперативно. По своему названию происходит довольно быстро и заканчивается через несколько секунд. Обновление прав доступа долго обычно происходит дольше, поэтому стоит отслеживать, когда выполнится, когда не выполнится. Для того, чтобы пустить сотрудников в нашу базу. На это обращайте внимание. И я думаю, что один раз посмотрите, как это делается, и в случае необходимости сразу будете знать. Возвращаясь к политикам доступа. Как видите, здесь у нас есть общее разрешение, с которыми мы уже научились работать. Также есть спецразрешение и локальные администраторы. Спецразрешения позволяют настроить уникальный доступ для определенных сотрудников. Рекомендую здесь аккуратно работать, поскольку то, что мы назначаем в специальных разрешениях для сотрудника. Это значит, что для этого сотрудника не будет действовать общее разрешение. То есть если в общих разрешениях у сотрудника права шире, чем в спецразрешениях, тут они уже, да, то сотрудник получит те права, которые у него в спецразрешениях. Чем удобно пользоваться и зачем это? Допустим, у нас сотрудник северянников, который, директор, да, через общее разрешение у него доступ, как всем пользователям, пустим, чтение здесь было бы, нередактирование. В спецразрешениях мы можем назначать те же уровни доступа, чтение, редактирование, регистрация, но при этом не дублируя рабочие группы, а назначая в одном месте. То есть здесь мы можем выбрать какие виды документов, все или несколько видов документов. И сразу назначить организацию, по которым сотрудник будет получать, запрашиваем уровень доступа по видам документов. То есть, допустим, мы хотим, чтобы сотрудник дочерней организации, отдела продаж, получил доступ к всем договорам, которым он не должен был получать разрешение согласно общим разрешениям. Как раз здесь, в спецразрешениях, мы делаем такие настройки, что, допустим, для вида документа договор поставки для пользователей-северяников мы назначаем все организации. Таким образом. Здесь уже нужно... То есть здесь, конечно же, присутствует рекомендация о том, что пользователи, которым мы назначаем права, не рекомендуется назначать его пользователя, но спецразрешение на то и их назначение такое, что они ограничивают, углубляют права каждого пользователя. Здесь, если нет какой-то зависимости, мало сотрудников, то можно пользователей добавлять, как есть, по ФИО. Но также здесь полностью доступен выбор всех пользователей с учетом ролей пользователя, рабочих групп, подразделений, и также по мероприятиям и по проектам, если у вас используются либо мероприятия, либо проекты. Для того, чтобы показать локальных администраторов, нужно немного рассказать про рабочие группы документа. Давайте перейдем к нашей презентации. Смотрите, вот у нас небольшое превью по политикам доступа, что они настраивают разрешение по отдельным разрезам. Разрезы – это виды документов, внутренние виды документов, входящие, исходящие, организации, вопросы деятельности и так далее. И у нас есть уровни доступа – чтение, редактирование и регистрация. Чтение – доступ к просмотру, только просмотру документов. Редактирование – это добавление изменения и плюс – чтение. А регистрация – это самый широкий уровень, это возможность присвоить документу регистрационный номер, плюс редактирование, плюс чтение. Рабочая группа документов. В системе у нас есть возможность ограничить права еще дальше. То есть в политиках доступа мы настроили, что всей бухгалтерии необходимо иметь доступ к договорам, к всему подразделению, но при этом у нас есть определенный один документ, договор, который либо секретный, либо его необходимость включать в все подразделения бухгалтерии. То есть какой-то один документ, один вид документа, который не будет, который нужно ограничить дальше. Давайте посмотрим, как это делать. У нас есть наши виды документов в разделе драмативно-справочная информация о видах документов. Вот все наши виды. в настройках каждого вида документа среди настроек галочек, что в документе используется, что не используется, какие функциональные опции. У нас есть такие галочки, как автоматически ввести состав участников рабочей группы и заполнение рабочей группы является обязательным. Когда мы включаем одновременно две эти галочки, что это значит? Это значит, что созданные документы нашего вида годовой итоговый отчет, они по умолчанию не будут доступны никому, кроме сотрудников, которые включены в рабочую группу документов. Рабочая группа документов заполняется автоматически теми сотрудниками, которые начинают получать доступ к документу. Например, первым делом в рабочую группу система впишет вас как инициатора. То есть вы создаете документ, записываете его и в рабочую группу попадаете вы как инициатор. Затем вы указываете, что ответственным за документ в реквизите ответственное является другой сотрудник. При записи документа система автоматически добавит этого участника, которого мы добавили только что в поле ответственной, также в рабочую группу документов. Затем мы отправляем документ по процессу обработки. И система также автоматически смотрит и добавляет сотрудников из процесса обработки в рабочую группу документов. таким образом, таким образом, что никто не получил доступ к документу, кроме тех сотрудников, которые напрямую по нему работают или напрямую получили по документу задачу. Настраивается это для каждого документа отдельно, для каждого вида документа отдельно. Выглядит следующим образом. Покажу, как выглядит в документе. Открываем наш любой документ. Когда вы начнете. И вот у нас в закладочке есть рабочая группа и отражаются сотрудники. Есть участник и есть галочка изменения. Что это значит? Это значит то, что сотрудник с галочкой изменения получил доступ и может менять реквизиты в документе. Сотрудник без галочки изменения может только просматривать документы. Что интересно, у нас по процессам, если мы запустили процесс обработки и в определенном этапе у нас несколько пользователей получили свою задачу. Допустим, задача проверить исполнение. фёдор. Если мы назначаем проверки в задаче, то становится для пользователя автоматически устанавливается галочка изменения, автоматически она убирается в рамках работы этого пользователя. Получается, что полномочиями у нас назначается доступ к работе с внутренними документами. В политиках доступа мы настроили какие виды документов кому доступны, кто может их читать, кто редактировать, кто регистрировать. Если нужно, в рабочей группе мы настаиваем уже конкретных пользователей, которые работают с конкретным документом. Точнее, не мы назначаем, а мы делаем настройки. Система определяет уже сама, кого добавлять, кого не добавлять. Конечно же, можно добавить вручную, например, сотрудница подготовила документ, договор, затем переключилась на другую задачу, другую работу, другой отдел. Поэтому договору нам необходимо сделать доп. соглашение создать. И по договору по факту с этим контрагентом уже работает другой сотрудник. Понятно, что мы вручную его добавим сюда, этого нового сотрудника, в рабочую группу договора, если у нас ведется учет по рабочей группе, ограничение по рабочей группе для договоров. Работает именно таким образом. Если вы помните, мы не совсем завершили с политиками доступа. Есть третья вкладочка локальная администратора. Эта вкладочка предназначена для того, чтобы назначать и настраивать исключения для всей этой истории с рабочими группами документов. Например, у нас есть отдел продаж, 10 видов договоров, которые у нас есть. И для каждого договора у нас используется рабочая группа по каждому документу. но при этом у нас есть руководитель подразделения, руководитель департамента подразделения, которому обязательно нужен доступ ко всем этим документам, без каких-либо рабочих групп, просто ко всем документам. Мы его назначаем как раз через политики доступа локальные администраторы. То есть как раз есть исключения из рабочих групп документов. мы хотим, чтобы Федоров имел уровень доступа редактирования ко всем. В данном случае настроено таким образом, что он имеет доступ ко всем документам в принципе в системе не совсем правильно, так окей. Нужно назначать для тех документов, которые физически реально нужны, о которых мы говорим. Можно настроить для всех наших договоров. Также учесть другие разрезы, которые у нас есть или нету, и организация. И сохранить изменения. После сохранения изменений отработают регламентные задания через определенное время, и пользователи получат свои новые назначенные права. еще не рассказала о четвертом уровне доступа. Фактически у нас их три главных. Четвертый уже дополнительный. Это доступ к папкам. Документы файла, документы внутренние. Я думаю, что если работать с документооборотом, с внутренними документами, то приблизительно знаете, как выглядит у нас форма реестра, и знаете, что можно включать различный просмотр, как просматривать виды документов. Для внутренних по умолчанию всегда включено по папкам, и наверное, многие не знают, что можно отключить не пользоваться папками. Можно списком, по видам документов и так далее. Папки мы получаем много различных отзывов о папках в принципе. Объясню почему. Потому что некоторым компаниям, нашим клиентам, организациям очень нравятся папки из-за того, что как раз можно настраивать дополнительный доступ, дополнительные ограничения. Плюс все документы как будто бы отражают ту систему, которая выглядит как физические бумажки, что они в этой папочке лежат, и они там хранятся, в этой папочке. Как папочку назовем, так она будет храниться, создаем какие-то вот папочки. и у нас получается четкая структура хранения документов. Каждый документ создается, он не может просто где-то без папки храниться, он хранится, назначается в шаблоне или в врачевое для хранения какой-то папочкой внутренних документов. И таким образом у нас получается, что если мы хотим посмотреть все годовые отчеты за каждый год, ну да, только за 11-е у нас демонстрационная база документа оборота. Хотя и актуальная, данные в ней немножко уже неактуальные, но окей. То есть если мы хотим посмотреть допустим годовые итоги за каждый год, мы заходим в папочку годовые итоги и смотрим раз, два, три, четыре, пять документов. Или там все договоры аренды. То есть вы можете посмотреть, получить доступ сразу всем документам. И многим это как раз нравится, все пользуются хорошими отзывами. Но минус в том, что каждой папке необходимо настроить права. Кто из пользователей будет иметь доступ на чтение, изменение или удаление документов, которые находятся в конкретной папке. этот доступ также рекомендуется назначать сразу для подразделений, не для пользователей конкретных. И рекомендую никогда не включать для пользователей галочку с удалением. Никогда. Потому что пользователи бывают разные. Лучше всего не назначать удаление никому. и наша система 1С рассчитана на то, что она заплачена на хранение данных. То есть если знаете у нас как удаление происходит, мы сначала помечаем объекты на удаление, а для того, чтобы их конкретно удалить, то нужно еще постараться ввести отдельную настройку, обработку, настроить выбор, что именно мы хотим удалить точно или мы уверены в том, что мы хотим удалить и затем уже удалять. При этом если знаете удаление работает таким образом, что если есть какие-то объекты со ссылками на данный объект, то удалить его не получится, система будет ругаться. То есть например у нас есть договор к нему там три соглашения и куча процессов запущенных люди работают, кто-то ошибочно пометил на удаление и рекомендую в принципе запретить удалять здесь у нас не назначено удаление. Обычным образом если удаление нужно чтобы что-то удалить обращаются к администратору, администратор уже сам помечает или выбирает какой-то объект документ ошибочно созданный таким образом у нас настраиваются права на договоры на все папки одинаковые на все папки одинаковые также можем настроить права на подпапки можем сделать так чтобы права на подпапки брались из основной папки для подпапок у нас тоже галочка стоит то есть у нас получается что эта настройка будет применяться для договора аренды договора поставки строительных прав то есть таким образом у нас происходит настройка прав в чем подвох подвох в том что если у пользователя если пользователю нужен доступ к какому-то документу но у него нет прав на какой-то из данных уровней то есть полномочия политики доступа обычной группы папки то он к нему доступа не получит сделанное это как раз у нас логика наших прав то есть чтобы у пользователя появился доступ ему нужно быть в пересечении этих настроек так вижу что есть вопросы возможно не сразу их увидела давайте мы еще не закончили по презентации есть еще у нас по плану важная тема давайте быстренько по вопросам пройдемся и продолжим говорят что звука нет так думаю что уже все хорошо со звуком Юлия да запись запись есть запись ведется и ссылку данная запись будет выложена в ютубе где-то через неделю отключение камеры смотрите локальный администратор он не то что не наследует разрешение общее это исключение из общих то есть локальный администратор и общее разрешение они не пересекаются потому что в общих разрешениях настраивается уровень настраивается доступ к видам документов и организациям по разрезам а локальные администраторы они работают они предназначены для обхода скажем так да рабочих групп документов конкретного а вот а вот общее и спецразрешение спецразрешение исключает общее разрешение для конкретного пользователя где включаются вокальные администраторы нашли отлично да можем вопросы в конце ведь мы уже завершили вопросов мало будет в конце еще раз разбирать так что пишите вопросы что ж у нас есть еще один скажем так бонусный уровень настройки прав в системе это уже конкретные права к изменению реквизитов документов сейчас мы под пользователем администратора для этого пользователя обычно для администратора все реквизиты в любом документе они доступны вот мы видим что вот у нас есть все поля доступны все поля доступны для изменения но при этом если мы зайдем под пользователем не полноправным мы увидим что не все не все поля доступны для изменения пользователя загружается база так вот у нас пользователь блогин документы переходим в раздел документы файлы документы на примере внутренних документов сейчас попробуем найти какой-либо документ который недоступен у нас для редактирования то есть мы видим что под пользователем биологии мы в этом документе в принципе ничего сделать не можем не комментарии писать не краткое содержание добавить не изменять такие реквизиты они подсвечены таким бледно-сером и становится понятно что у нас есть право на чтение но нет права на изменение этого документа при этом у нас могут быть для этого пользователя политики доступа такие что нужно редактировать но есть еще один момент к правам это состояние документа у каждого документа в процессе его обработки так какие-то у нас в процессе обработки любого документа каждого документа документу присваивается какой-либо статус есть статусы согласования подписания регистрации рассмотрения и исполнения эти статусы то есть статусы согласования могут быть согласованы не согласованы согласованы замечания подписание подписан не подписан регистрация проект или зарегистрировано рассмотрение 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 рассмотрим точно не помню небольшие технические неполадки прервался только что показ напишите пожалуйста в чате все ли хорошо сейчас показан и со звуком все отлично прерывание интернет-соединения действием в процессе обработки документа нашему документу присваивается какое-либо состояние и для каждого состояния документа мы можем назначить различные настройки доступности по состоянию для реквизитов документа состояние рассмотрения у нас на рассмотрение и просмотр также для собой технические неполадки теперь запускаемся работать с настройками доступности по состоянию мы можем из раздела настройки администрирования вот наши настройки доступности по состоянию видите здесь в нашей дамо базе не очень много различных настроек обычно их больше для чего предназначена предназначена для того чтобы у нас есть обычные пользователи которые создают документы поддавливают инициируют работают по документам а также есть делопроизводители пользователям которые согласовывают документ у них не должно быть доступа к изменению суммы документов сторон которые указаны в документе и так далее но при этом у делопроизводителей должны быть такие настройки чтобы они могли подкорректировать допустим если это есть ошибка назначение или установить там на которую делу убрать это доказательства и так далее устраивается вот такой матрицы то есть слева у нас действия которые мы можем делать с документом столбец и здесь у нас столбцы с именованиями состояния то есть зарегистрирован не зарегистрирован рассмотрим на исполнении и так далее затем мы назначаем пользователем конкретным кому мы назначаем эти настройки настройки состояний а также виду документов рекомендую не применять ко всем видам документов а только к выбранным для чего это нужно например обычно для всех видов документов мы хотим чтобы все реквизиты на согласно этапе согласования документа были заблокированы но при этом в одном из документов мы решаем что вот согласующие будут заходить документ и отмечать какой-то реквизит или менять его да то есть дополнять будь это юрист который смотрит договор и заполняет какие-то реквизиты которые необходимы для процесса в дальнейшем в таких случаях как раз и нужно настроить доступность да то что чтобы сотруднику было доступно менять данный реквизит интересно если мы создаем много таких настроек да то есть для телопроизводителей настаиваем для телопроизводителей создаем для всех пользователей затем состоим там для пользователей каждой организации каждого подразделения отдельно и некоторые из этих настроек пересекаются да то есть очевидным образом по видам документов или по своим сотрудникам то система вот у нее тоже есть здесь алгоритм у системы как она будет брать значение как она будет обрабатывать то есть если в одной настройке у нас стоит запрет допустим настройки для производителей стоит запрет у вас есть еще одна настройка где для данного реквизита для данного состояния зарегистрированного стоит разрешения в таком случае система будет запрещать здесь приоритет ограничения доступа рекомендуется если мы знаем про эти пересечения и нам не обойтись без них нам нужно настраивать много настроек по доступности по состоянию и некоторые из них действительно пересекаются чтобы обойти вот такие несоответствия нам нужно ставить не назначен какую точечку система отрабатывает логику что если по данному реквизиту для данного состояния есть хотя бы одно разрешение и нет ни одного запрета она будет позволять то есть вот такая логика поэтому если мы не хотим ставить запрет но при этом чтобы реквизит был недоступен мы ставим не крестик а точку да то есть что не назначен если не назначен то реквизит будет недоступен но при этом для другой настройки для таких же пользователей да которые пересекаются если мы настроим разрешение то в данной настройке реквизит будет недоступен а в другой настройке где он включен реквизит будет доступен что же основная часть у нас завершена теперь переходим к он стоит у нас есть небольшой чек-лист какой у нас должен быть результат настройки прав на что обращать внимание я думаю что презентацию могу спросить всем если это может оставляли свою почту напишите в комментариях ему было бы интересно получить данный чек-лист по почте я вручную потом отправлю кому действительно будет интересно отправлю чек-лист что у нас за чек-лист то есть небольшие позиции которые мы должны ориентироваться что берем конкретного пользователя и что ему должно быть назначено полномочия на работу с доступом к входящей исходящей внутренней документации это в полномочиях затем идем в политике доступа и назначаем пользователю бит документа до доступа и шаги пользователю должен быть разрешен доступ к папке в которой лежит документ но при этом это только для внутренних документов пользователь должен быть включен в рабочую группу документов если тоже она используется если не используется смотрим только на три вот этих шага и получается что если мы делаем это сверху настроек это как раз те пункты на которые мы должны ориентироваться то есть что для конкретного пользователя должно быть доступно согласно рекомендации вот здесь собрали небольшие они понятно что они не обязательны но они я думаю что вам пригодятся потому что если придерживайтесь рекомендации и фирмы 1с и в принципе общих да то ставится легче работать система и возможно некоторые моменты становятся сразу понятными ну тоже настройки все они становятся гораздо проще чем без рекомендации требования к безопасности информационной системы рекомендуется прописывать сразу при внедрении программы тут немножко расскажу обычно если у нас допустим к этому организация клиент к нам обратился организация с просьбой внедрить документооборот понятно что пишем регламенты для организации по работе с видами документов по основной части внедрения по процессам и когда приходим к настройке прав все уже абсолютно чуть-чуть измотаны и настройки прав делаем просто в системе при этом не фиксируя их нигде на бумаге не согласовывая и так далее вот рекомендуется когда мы говорим о внедрении системы сразу подумать и подумать о правах о правах и зафиксировать где-то результат к которому мы стремимся и понятно что все таблицы если нам нужно будет оценить получить сразу информацию по правам возможно там для презентации для обсуждения для встречи не следует заходить в систему и там сразу смотреть потому что в системе как видите настройка прав она довольно разбросан то есть несмотря на то что есть попытки собрать все в одном разделе но финerealно знать где искать на свести полномочия и политики доступа у нас есть настройки доступности по состоянию у нас есть настройки на папке нас есть настройки на рабочие группы и в разных разделах и рекомендуется зафиксировать отдельно матрицу наших прав и сверять ее уже с настройками. В политике доступа должно быть как можно проще. Тут абсолютно простая генеральная идея. Обычно, когда мы добираемся к политику доступа назначать различные рабочие группы, подразделения нашим видом документов, то возникает желание как можно больше их сделать, но рекомендуется держать все в простоте, продумать глобально изначально какие подразделения или роли нам здесь необходимы. Только затем приходить к настройкам, составить таблицу, матрицу перед тем как приступать к настройкам. Полномочия пользователей должны быть четко определены. Тут понятно, что пользователь должен принадлежать какой-то группе, то есть функциональной области. То есть пользователь обычный сотрудник, он не может получить доступ ко всей системе в принципе, поскольку у него есть своя область, с которой он работает. Если у вас много пользователей и все работают со всей системой одновременно, то это такой плохой звоночек, нужно пересматривать. Рекомендуется назначать полномочия и через подразделения и рабочие группы пользователей. Не только полномочия, рекомендуется назначать через подразделения и рабочие группы пользователей. Так же роли. По умолчанию доступ ко всем данным необходимо запретить и разрешение выдавать по просьбе руководителя подразделения. То есть если у вас есть сейчас система документа оборотов, в которой вы работаете, и вы на нее смотрите и думаете, что там с правами в принципе не все хорошо, всех нужно права пересматривать, сделать матрицу и перенастраивать права. Можете по такой технологии пойти запретить всем доступ и затем выдавать по просьбе руководителя. То есть если есть какие-то задержки в составлении матрицы, то по такой логике можете пользоваться. За каждой папкой документов рекомендуется закрепить ответственного. Да, то есть здесь очень важно, если много папок, рекомендую закрепить за каждой папкой ответственного по этой папке. Например, у нас есть виды, переходим в документы и файлы, документы внутренние. Вот наши папочки. Рекомендую либо служебной запиской, либо другим образом, которым принято в организацию. Например, на папочку «Бухгалтерия» закрепить ответственного главного бухгалтера. Например, для того, чтобы этот ответственный смотрел за правами, которые настроены на папку, за документами, которые там находятся. То есть чтобы у каждой папочки был свой наблюдатель и не обязательно, чтобы это был администратор системы, поскольку у администратора немножко другие задачи. То есть здесь уже идет речь о том, чтобы смотреть на корректность ввода новых папок, который будет отвечать за участник патологии по определенной папке. Использование и деликирование прав нужно только по мере необходимости. Если кто не в курсе, у нас есть опция деликирования прав. То есть, допустим, у нас есть директор, руководитель подразделения и сотрудники. Руководитель подразделения уходит в отпуск и хочет назначить отец сотрудника по своим задачам. Как раз через деликирование прав мы можем это сделать. При этом что это делает? Так вот, передаем сотруднику права, от него сотрудника, второму сотруднику права. Можем все передать, можем выборочно, на определенный период времени. То есть автоматически, если мы здесь укажем дату окончания отпуска, то в это время система сама отберет у сотрудника Циклаковой права Федорова, нашего директора. При этом сотрудник Циклакова в своих задачах может видеть все задачи Федорова и выполнять доступ к тем документам, которые есть у сотрудника и так далее. Так вот, не рекомендую здесь оставлять поле действует по пустым и не рекомендую устанавливать все права. Потому что таким образом, вот такая настройка у нас передаст Светлаковой в принципе все права на систему. Поэтому смотрите. А также рекомендую проводить такой небольшой аудит безопасности системы. Ну, примерно раз в месяц это сроки, для каждого могут быть разные, а максимальные сроки. Раз в месяц, скорее всего, для крупных компаний, в которых много сотрудников, приходят и уходят. То есть нам нужно держать руку на пульс по правам и отслеживать и высматривать этот момент. Если у нас небольшая организация, мы видим, что в принципе новых сотрудников у нас не добавилось. прежних сотрудников не убавилось, но при этом мы знаем, что в системе, там, ответственной за его производитель, у него есть права изменять права на папке. То есть в такие моменты нужно следить и проводить небольшие ревизии. Все ли у нас в порядке, то на ошибаюсь. Так же, как обещала небольшое, краткое такое руководство, что делать. Это будет интересно, в первую очередь, наверное, специалистам, администраторам, которые работают в СДО. И вот такое руководство, что делать. Мы получили от пользователя какую-то ошибку о правах. Что нам делать, в принципе, куда смотреть. Первым делом, если у нас, в принципе, любая ошибка по правам, и мы дополнительно еще знаем, что мы что-то меняли недавно в настройках прав, рекомендуем сразу пойти и обновить регламентные задания, запустить заново. Таким образом, мы получим картину, где мы точно будем знать, что все права, они обновлены. То есть те настройки, которые есть сейчас, что они применяются. То есть что мы будем далее менять, мы уже будем подталкиваться от той картины, которую мы реально видим в настройках. Потому что, как помните, у нас, возможно, такая ситуация, что настройки показывают одну вещь, да, а по факту сейчас в системе действует другая настройка. Из-за того, что права обрабатываются не в тот же момент, когда они сохраняются, а в очереди отработки. Это очень важно. Следующим шагом у нас такие четыре, да, то есть мы смотрим, идем по нашей архитектуре, вот как мы говорили, полномочия, политики доступа, рабочая группа, папки. Мы идем снизу вверх, то есть начинаем от рабочей группы папок, да, то есть в любом случае мы так быстрее найдем ошибку, чем будем идти от самого верха, там, пустой пюре, и опускаться ниже. То есть мы смотрим от обратного, да. Смотрим, включен ли пользователь в рабочую группу документа. И если у него наличие, ну, то есть если у него отметочка изменения в этой рабочей группе, это если у нас используются эти рабочие группы. Заходим в документы и сразу видим, если рабочая группа пустая, а в настройках, ну, вот, допустим, снимем сейчас какой-либо документ, макалитетский баланс, да, то есть у нас рабочая группа пустая. Пока нам это ни о чем не говорит, посмотрим настройки вида документа. Мы видим здесь, что рабочая группа не используется, значит, в принципе, этот шаг пропускаем. То есть рабочая группа не ограничивает какому-то пользователю с ошибкой, да, права на этот документ. Далее смотрим, имеются ли у пользователя права на папку, в которой находится данный документ. Опять же, если нам ошибку прислали по входящему документу, можем этот шаг пропустить, поскольку у входящих папочек нет права. Входящие документы, а один реестр с обычной дотой. Понятно, что есть дополнительные настройки просмотра, но обычно оставляют таким образом, к единым реестрам. И затем смотрим. Смотрим в политике доступа. Обычно, кстати, скажу, что именно в политиках не соответствует настроек, как оказывается. И если уже в политиках нету, то смотрим в полномочиях. Ну, к полномочиям обычно редко доходит, если сотрудник уже работает в системе, какая-то рандомная ошибка появилась, то мало ли это, что сразу прям в полномочиях. Ну, конечно, если не было каких-то изменений. И понятно, что если у пользователя какая-то ошибка не с красным крестом при записи. Ошибка с красным крестом – это обычно ошибка, которая отражает ошибку системы. Красный крестик получаем, и что-то невозможно. А если у нас просто недоступность определенного реквизита, то понятно, что нужно смотреть и расследовать настройки доступности по состоянию в системе. А также хочу запомнить, что нецелевое изменение настройок прав может и обязательно повлияет негативно на бесперебойную работу пользователей. То есть все изменения прав, они могут негативно сказаться. Перед тем, как что-то менять, мы должны четко понимать, что мы делаем. Что ж, давайте перейдемся по вопросам. На данном этапе у нас вебинар завершен. Также хочу добавить перед вопросами, что у нас есть сейчас вакансия, компания «Кодерлайн». Есть сейчас две срочных вакансии. Если вы, специалист, вам интересно данное направление или хотели бы развиваться, обязательно напишите нам. Возможно, написать нам на общую почту «Кодерлайн» или здесь на телеграм-канале у нас обычно постим наши вакансии и вакансии наших заказчиков. Перейти к «Кодерлайн» так же работает. Поэтому, если интересно, обратите внимание. Перейдем к вопросам. Касаемо статусов. Выбирается из списка или прописывается вручную? Статусы выбираются. Есть фиксированное состояние документов. которые у нас выбираются из списка. То есть, такие у нас есть варианты. Эти варианты, они обычно представляются процессом, который проходит по документу. То есть, мы запустили комплексный процесс по документу. Первым этапом есть согласование. То, когда пользователи получают задачу согласования, будет состояние на согласование. Если документ согласован, будет отображаться согласован. Если не согласован, не согласован. Как видите, здесь есть возможность для администратора, опять же таки, поменять состояние документов. А также здесь отображается история состояния. Допустим, какой-то процесс прошел ошибочно. Это для того, чтобы уметь спасти документы по состоянию. Есть история. Статусы расставляют соответствующие процессы. Да, совершенно верно. То есть, процессы устанавливают автоматически статус, если процесс запущен. Если документ создать, не запустить по нему процесс, то и вручную статус не изменить, потому что, в принципе, если документ не был на согласовании, он не может быть согласован. У нас будет состояние регистрации проект. Таким образом будет отображаться состояние этого документа. Так, сыпятся плюсики. Интересно получить презентацию. Хорошо, отлично. Отлично. Есть все почты ваши и отправлю свою презентацию. Нужно использовать как особенно рекомендацию тоже сохранить и шаги по исправлению ошибок. Хорошо, всем вижу, интересно, это очень хорошо. Запись вебинара, да. Уточню, в любом случае можем отправить ссылку, физически запись, наверное, в письмо не впишем, а вот ссылку дам. Вячеслав Копьекин пишет интересный вопрос. Я так понимаю, что история из его организации при переходе с проф. на корп и в следующем обновлении конфигурация. Все политики перенеслись как спецразрешение. Во вкладке «Общее разрешение пусто». Все нормально работает уже несколько лет. Но меня беспокоит вопрос, нет ли здесь каких-нибудь подводных камней. Может быть, потратить время и переделать все на общее. Плюс где нужно специальное. Смотрите, Вячеслав, в любом случае по-хорошему конечно нужно было бы этим заняться. Но если вы пишете, что все работает отлично, то возможно и не нужно. При этом от себя добавлю, что если у вас несколько организаций и ваши политики доступа в спецразрешение выглядят следующим образом, что здесь у нас 10, 15, 20, 50, 100 организаций и для многих групп, и для каждой организации несколько видов документов для каждой группы, вам будет удобнее в дальнейшем и сейчас уже удобно обслуживать систему, именно курировать настройки, изменять, править именно в таком виде, как есть в спецразрешениях. Возможно, это некорректно с точки зрения методологии, но оно никак не влияет на сами настройки, то есть те же настройки просто по-другому настроены, делают они ровно то же самое, просто здесь у нас удобно, более удобно с ними работать. Я знаю, что один из наших клиентов, организация, у которой по факту получается около 70 юрлиц, и здесь 70 юрлиц, тоже много спецразрешений, много видов документов, они в принципе не используют общее разрешение, они используют только специальное. Это обусловлено как раз тем, что работа с организациями в общих разрешениях не очень удобна, то есть для каждой организации получается, что в спецразрешениях мы пишем группу, в которой мы хотим раздать права на вид документа и организацию, да, там 10 организаций, 10 видов документов, вот такой одной достройкой, а здесь, чтобы в общих разрешениях отразить те же достройки, нам нужно взять организацию, прописать здесь те же 10 групп, и для каждого вида документов, то есть взять каждую 10 организации, и для каждой организации прописать ту же группу, затем виды документов, для всех видов документов прописать ту же группу, многие считают, что так удобнее, в принципе, я согласна. Как ограничить изменение реквизита, если его необходимо обвинить только в случае поступления задачи по документу? Смотрите, задача какого типа у нас будет. Тут нужно смотреть изначально документ в каких состояниях у нас находится. Допустим, мы его создали, и он в состоянии висит в состоянии проекта. Если мы запускаем какой-то процесс по этому документу, уже состояние регистрации проекта и, допустим, согласование на согласование. То есть мы настраиваем таким образом, что для состояния на согласование где наши настройки доступности для состояния на согласование у нас будет напротив реквизита галочка что доступно и таким образом можно далее работать. Алексей просит рассказать пароли. А уточните пожалуйста, что именно рассказать, что именно вы имели в виду как назначать права на руле возможно. Уточните пожалуйста вопрос. интересный вопрос от Любовь Малашихина. Если пользователю не предоставлено полномочия ответственной за МЦИИ, но в общих доступах даем возможности редактирования по организации, по организациям. это дает право на редактирование самой карточки организации. Нет, карточку организации редактировать мы не сможем. Что значит вот эти организации и разрешение по ним? Это значит, что документы, в которых указано, что организация там допустим Меркурий проект для пользователей и делопроизводителей будет с уровнем редактирования. То есть документы, созданные с организацией Меркурий проект, при этом пользователь не сможет править саму организацию, конечно же. Если в виде документа убрать автоматически ввести состав рабочей группы, то как пользователи будут видеть этот документ по ходу БП согласно своим настройкам. Поэтому рекомендуется всегда оставлять галочку с автоматическим введением рабочей состава рабочей группы. Мила Борисова спрашивает, как должна выглядеть матрица прав. графа таким образом, чтобы вам было удобно с ней работать, чтобы она вам была понятна. Допустим, у нас обычно Excel, тут тоже зависит от того, что у вас используются, какие организации и разрезы. начинаем, как обычно, с нашей Excel. То есть в столбец пишем уровень доступа, сверху пишем пользователи и организация. Судно посмотреть, как удобно будет. Если много организаций, то может быть по-другому. тут как заполнить, как придумать матрицу прав. Знаете, если есть шаблон, я, наверное, отправлю вместе с презентацией. Пока у меня под руками шаблона нет, но точно знаю, что буду. Главный концепт это удобство и матрица должна быть понятной для всех. Алексей спрашивает, если роль чтения внутри документов без ограничения используется, то рабочая группа игнорируется и видно все документы, если не используются. Видно все документы, если не используются, то видны только те документы, где пользователь включен в рабочую группу, но документы нельзя открыть и редактировать. Смотрите, тут есть, если мы говорим о настройках с точки зрения аналитика, то мы говорим, что у нас есть чтение, редактирование и регистрация. Если мы говорим уже глубже, то есть конфигурация, понятие чтения разделяется на два. Чтение и просмотр. Чтение – это доступ к документу, доступ к информации, что есть такой документ. А просмотр – это возможность открыть карточку самого документа. То есть, если мы формируем какой-либо отчет, и если у нас есть роль у нашего пользователя чтения без ограничения, то документы попадут в этот отчет. При этом открыть и посмотреть карточку не получится. Если роли нет, такой у нас в полномочиях, то отчет будет исключать те документы, которые нам недоступны. Вячеслав, на здоровье. Не трогайте. Ну, тут тоже смотрите по возможности. Если у вас организация активно развивается, добавляются какие-то сейчас, не знаю, новая юрлица и так далее, и начинают возникать какие-то ошибки, связанные с правами, вот это уже будет звоночком. А пока нет, значит, все хорошо. Не стоит тратить время, потому что процесс пересмотра, переработки матрицы прав, он довольно трудозатратен. По времени, вот и по нервам. Алексей, роли и объектная адресация. Сейчас, секундочку. Вот. Любовь Малашхина. Извините, если неправильно произношу фамилию. При создании рабочих групп в ДО есть возможность сразу указывать полномочия и разрешение на рабочую группу. Это можно приравнивать с общими разрешениями? Нет, Любовь, сейчас вам расскажу. Помните, как мы настраивали назначение полномочий, заходили в полномочия, смотрели, что это за полномочия и назначали кому выдавать. Так вот, можно делать наоборот. Можно сначала зайти в подразделение или в рабочую группу и затем, допустим, в дело производителей. И затем уже конкретно, уже в рабочей группе назначать полномочия. но при этом мы уже должны помнить, что каждая полномочия делает. Вот, допустим, сегодня мы просмотрели академический путь, то есть мы сначала смотрим, что за полномочия, что она делает и затем его уже назначаем. Подходит для новичков, для новичков, тех, кто там плохо еще ориентируется. А если мы уже знаем, что делает производитель, какие там полномочия, наизусть, то понятно, что можем уже раздавать на рабочую группу. Алексей спрашивал про роли и объектную адресацию. Здесь давайте попробуем рассказать. Как вы помните, права можно назначать ролям, рабочим группам, конкретным пользователям, подразделениям. Как вы помните, да, любовь здесь как раз то, что вы просили открыть. Да, здесь мы можем просмотреть и просмотреть к данной рабочую группу таким, что указано у политик доступа для этой рабочей группы. возвращаемся к ролям. Можно назначать на ролях. Что такое роль? Есть отдельный спалочник, роли исполнителя. вместо того, чтобы, допустим, писать, что Репин и Фролова каждый раз в процессах, что это секретарь, что нужно зарегистрировать у секретаря, мы делаем таким образом. Мы создаем роль и на эту роль назначаем исполнителей. И вместо того, чтобы писать конкретных исполнителей в процессах или назначать им права, мы назначаем права по этим ролям. Алексей как раз классно, что обратил внимание. Я думаю, что может быть знаете, может быть нет. У нас могут быть разные типы ролей. Используется с объектом адресации, может использоваться без объектов адресации и с объектами адресации. Например, у нас есть две организации и третья организация главная, и две дочерние организации. В каждой организации есть свой секретарь. Правда? И если мы назначаем каких-то исполнителей или права, мы хотим разделять эти понятия, что у нас есть секретарь по главной организации, секретарь по первой дочерней организации и по второй. Права у них должны быть разные. Также по-разному они должны присутствовать в процессах. настраиваются таким образом. Отмечаем галочку, что используется с объектами адресации и указываем организацию. Есть возможность указывать другие варианты типа объектов адресации, но здесь уже для фантазии может разгуляться. Используется часто по подразделениям. То, что вижу, с чем сталкиваюсь по подразделениям. Используется объект адресации. Сейчас посмотрим простой вариант по организации. Роль исполнителя с объектом адресации организация. И дополнительный пока очистим. что-то нам дает возможность сделать. Мы можем добавить пользователя в эту роль и назначить ему организацию, по которой он исполняет эту роль. Учитель Ленец у нас будет секретариум по организации Меркурий проект. А это другой сотрудник. Благо, что здесь много в нашей базе. Кобалев у нас будет секретарем по второй организации. И записываем. таким образом получается, что роль-то у нас одна, но объектов адресации у нас может быть много. И обычно их много. Если мы говорим о том, что 50 юрлиц, то 50 организаций для каждой свой секретарь, для каждой свой бухгалтер, также другие ответственные сотрудники, финансисты и так далее, те, которые используются в процессах. Но как нам корректно сделать так, чтобы допустим в процессах мы указывали секретаря, просто роль секретаря по организациям, а затем система сама подсчитывала и смотрела, что у нас в карточке документов написано, что организация Меркурия, надо подставить сюда именно Ковалева и ему отправить задачу, но не Селенец. В обычном режиме как роль работает? Если мы назначим нескольких сотрудников исполнителями одной роли, которую включим в процесс, то оба сотрудника получат, в данном случае оба сотрудника, их может быть много, так все сразу получат одну задачу. Но если мы настраиваем через роли с объектами адресации, то есть возможность сделать таким образом, чтобы система не отправляет всем сразу, она подбирает по объекту адресации того исполнителя, которого нам нужно. Но при этом, для того, чтобы назначить такого сотрудника в процесс, нам нужно создать автоподстановку, которая будет искать по объекту адресации. Сам текст автоподстановки, это уже часть не аналитика, не консультанта, часть программиста. Тут минут 15 работы программиста, и у вас получается автоподстановка, которую вы используете в процессе, и в процессе указывается роль секретарь, точнее уже автоподстановка секретарь. Автоподстановка уже высчитывает по объектам адресации исполнителей, кого подставлять в этот процесс. Касаемо разницы между локальными администраторами и спецразрешениями. еще раз пройдемся. Смотрите, у нас разрешения на виды документов выдаются в общих разрешениях. То есть, кому какие документы будут доступны, кому из подразделений, кому из пользователей, какой уровень доступа. Это общее разрешение, и они по умолчанию по правильному должны здесь работать. И все. Спецразрешение это исключение к общим разрешениям. У нас есть общие, спец это к ним исключение. А локальный администратор это исключение к рабочим группам документов, если они используются. То есть, по факту, здесь нужно провести такую жирную толстую линию между локальными администраторами, спецразрешениями, общими разрешениями. То есть, что спецразрешение это исключение общих разрешений, А локальные администраторы – это исключение рабочих групп документов, если они ограничены. Да, вкладки. То есть я вам показала основные уровни и как к ним попасть, как их настроить. Но вот момент с тем, что как попасть в какую-то настройку, не обязательно, что только с одного места можно попасть. Можно с нескольких мест попадать в ту же самую настройку. Система в этом плане предоставляет только доступ, что можем проваливаться из настройки в настройку для удобства и для быстроты использования. Много вопросов. Я уже, может быть, что-то, какие-то вопросы пропустила или нет. Разрешение доступа в рабочей группе можно приравнять к общим разрешениям. Не совсем. Потому что у нас сначала работает общее разрешение в политиках доступа, а затем работает рабочая группа в документе. То есть если у пользователя есть доступ к рабочей группе документов, то есть если пользователя включить в рабочую группу документы, но при этом у этого пользователя не будет общих неспецразрешений на этот вид документа, он не включится и не получит доступ к документу. То есть у нас архитектура такая, что сверху у нас полномочия, затем политики доступа, затем только рабочая группа. То есть для того, чтобы пользователь получил права на какой-либо объект, должно быть пересечение этих настроек всех, чтобы у него и рабочая группа была, если она есть. И политики доступа были, и полномочия были. Ну и если это внутренний документ, используются папки, то еще и папки. Что ж, хорошо. Будем завершать наш пинар. Как вам, понравился, нет? Если несложно, отпишитесь. Очень хотелось бы услышать ваши отзывы. Что понравилось, что не понравилось, о чем, может быть, рассказать еще. Обещаю, что отправлю презентажку. И также обещала, что отправлю шаблон какой-то для заполнения матрицы прав. Семинар по процессам и задачам, к сожалению, уже недавно был, ну как недавно, в прошлом году, в декабре, был. Я думаю, что будем повторять его. Следите за нашими рассылками. Там всегда актуальная информация о тех вебинарах, которые уже реально скоро будут. Планируется еще, планируется еще один вебинар. В феврале, я думаю, что в начале. По документообороту. Но пока, пока не скажу тему. К сожалению, не могу пока сообщить. Хорошо, да. Всем спасибо. Спасибо за отзывы. Вебинар и запись, и презентацию обещаю. Что ж. Хорошо. Всем спасибо за участие. И до свидания. До связи. Субтитры подогнал «Симон»!